Я-то выбирала себе этого мужчину. Твоя семья ко мне плохо относится, мне дискомфортно, я не хочу к ним приезжать. Живи со своей мамой, всё, всё. Вы все очень глубоко ошибаетесь, потому что, не знаю, становление нашего бюджета семейного. И я поднимусь с гораздо более лучшей, качественной именно своей аудиторией. Посмотрела первую часть ролика, очень было много вопросов по поводу моего костюма. Я решила сейчас специально его надеть и показать вам его, как он смотрится. На мне заказывала его в ростовском шоуруме Нуаш, но у них доставка по всей России. В любом случае, он очень классный, поэтому сейчас пригладим, чтобы он мне всё заснял и показал. Потому что он заслуживает вашего внимания. Ещё я тут сорвала сирень, не знаю, понадобится она или нет, но мне кажется, очень красиво будет. Гринпис тебя затронет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По поводу видео нашего совместного с Димой. Дима мне очень помог его записать. Спасибо огромное. Кстати, после этого я сказала, что я тебе больше не буду ничего помогать, потому что это действительно очень сложно. Очень сложно. Кто думает, что это просто, вы ошибаетесь. Ничего простого в этом нет. Его можно записывать, если только при этом фензипам употребляют. Это успокоительный для тех, кто не знает. Многие писали, что это секс, разврат и так далее. Но мне хочется обратиться к людям. Во-первых, прочитайте значение слова «секс» и слово «разврат». А потом мы можем с вами подискутировать на эту тему. Димочка, это будет слышно. Почему вы так возмущаетесь от того, что в целом нормально? Здесь опять же вопрос только лишь к вам. Всё ли нормально в вашей жизни, в вашей интимной жизни в том числе, в ваших взаимоотношениях между близкими людьми, неважно, будь то муж, жена, дети, родственники. Это всё очень сильно отражается на человеке, так или иначе. И, соответственно, все вот эти высказывания из разряда «боже, фу, какой кошмар, я тебя отписалась, ты отвратительная, ты там, я не знаю, ещё какая-то». Ну, у меня слов нет. По поводу того, как отреагировали мои родители, папа сразу позвонил и сказал «классное видео, весёлое видео, очень красивое видео, вы молодцы ребята, хорошо сняли». Это было, ну вот прям, мне папа всегда звонит, он смотрит каждое моё видео, и он очень гордится мною, он гордится моими мыслями, он часто мне говорит, что я горд, что у меня такая дочь. И, конечно, мне тоже приятно, что я всё это слышу. Для меня высокая оценка – это то, что говорит мой папа. Считайте меня дерьмом, считайте, но опять же, да, не каждый может изложить своё мнение, свои мысли грамотно. Не переходя на личности. И мне в целом некомфортно, я даже не всегда дочитываю сообщения, когда вижу, что со мной общается безграмотный человек, который сразу тыкает. «Я вас даже не знаю, почему вы позволяете так общаться со мной, это непонятно мне». А папа отреагировал очень хорошо. И на следующий день, когда мы общались, и уже вот этот вот резонанс произошёл, я поговорила с папой. И причём разговор начался с того, что я говорю, папа, ну ты читал комменты, как, что думаешь? Папа говорит, дочка, ну я же тебе нормальный человек, я же тебе вроде бы там всегда был нормальным. Что я думаю? Думаю, что ты молодец, а всё остальное – неважно. Самое главное, что большинство – это всё-таки положительных комментариев и адекватных людей. То, что 80% всех комментариев – это благодарность, слова благодарности. Да, и опять же, да, вот мне непонятно было, почему вы не обратили внимания на книгу, которую я посоветовала. Не знаю, какую мы музыку классную слушали, да, Магомаю. Причём мы обожаем с Димой, мы очень часто Фредди Меркури слушаем, мы очень любим советских исполнителей. И это здорово, потому что в этих песнях есть смысл, в этих песнях есть душа, в этих песнях есть нравственность, да, есть история. Не зря, говорят, человек обрешает внимание, котик, пожалуйста, не делай так, на то, что его очень сильно волнует. И я с этим очень согласна. Единицы, только, по-моему, три человека написало, если я не ошибаюсь, про книгу, написали вот именно там слова благодарности. Конечно, очень было много людей, которые поддержали, спасибо вам огромное за это. Опять же, да, это не говорит о том, что я говорю спасибо лишь только тем людям, которые поддерживают меня. Я говорю и тем людям спасибо, которые не поддерживают меня, которые не разделяют мою, да, например, точку зрения, но... Которые закаляют. Да, которые могут выразить своё мнение грамотно. Я вас уважаю именно за то, что вы не переходите вот эту вот грань, за то, что вы не оскорбляете меня, за то, что вы не унижаете меня, а за то, что вы не согласны со мной. Да, вы не солидарны, но при этом то, что вы пишете, это грамотно и это достойно. И это для меня, например, я вам также за это благодарна. С кем можно поддержать дискуссию? Да, ну я люблю дискутировать, я люблю общаться. Многие также мне написали о том, что я там защищаюсь, выставляю по этому посты, чтобы хоть как-то себя как оправдать. Да, нет, это очередная тема, чтобы мне что-то написать, потому что на самом деле я порой просыпаюсь, я не знаю, о чём мне говорить. А тут бац, смотрю на ролик, вижу комментарии, понимаю, что здорово, можно написать пост, но это же круто. Поэтому, ну, я не знаю, вы по себе судите или как. Если человек, вот даже сейчас, да, кто-то может воспринять это видео как оправдание. Я разговариваю со своей аудиторией, я ценю вас. Вы не думали взглянуть на эту ситуацию с другой стороны? Было бы странно, если бы я не затронула эту тему, если бы я не подняла эти вопросы. Потому что ведь 30% моей аудитории, они были в недоумении, они аж не понимали, что происходит. Поэтому я 30% аудитории уважаю. Поэтому я и записываю этот ролик. Также, также, также. Ну вот, короче, про родителей я сказала. Также, стыдно, не стыдно. Покажу ли я этот ролик детям? Конечно, мне вообще за себя не стыдно. Я взрослый человек, мне 29 лет. Очень неудобно, что камера постоянно перегружается и тухнет, когда я начинаю говорить, и мне это не нравится. Так, проблемы со свекровью. Многие мне писали о том, что есть ли у меня проблемы со свекровью. Приводили мне примеры о том, что у них есть проблемы в взаимоотношениях. Я, когда вела прямые эфиры в своем инстаграме, я эту тему люблю поднимать, потому что понимаю, что многих действительно это волнует. И я сейчас выношу это, опять же, на всеобщее обозрение, чтобы увидела как можно больше людей. Моё мнение по этому поводу. У меня никогда не было проблем со свекровью, потому что, девочки, опять же, умейте выбирать людей. И узнавайте своего человека, узнавайте, что он из себя представляет, либо она из себя представляет. Для этого нужно общаться. Для этого нужно не замалчивать какие-то проблемы, не бояться поднимать их. У вас, я не знаю, там, интересует вас проблема денег. Значит, говорите об этом, интересуют вас, я не знаю, там, проблемы взаимоотношений родителей и детей. Значит, говорите об этом. Не бойтесь ничего, потому что жизнь, она одна. И если вы будете замалчивать эти проблемы, то, поверьте, от этого проблемы не решатся. Так вот, если есть проблемы со свекровью, как нужно себя вести, я считаю, что конкретно нам, девушкам, никак себя не нужно вести. Здесь всё лежит на плечах вашего молодого человека. Как правило, этот молодой человек приводит вас в свою семью. Он знакомит вас со своими родственниками и близкими. И если вы не понравились с его стороны родственникам и близким, ну, это не ваши проблемы. И если мужчина выбрал вас в качестве вашей спутницы, в дальнейшем в качестве вашей жены, значит, на мой взгляд, если люди, родственники любят вашего мужа, своего сына, то они никогда не пойдут против выбора. Если даже они идут против, то здесь мужчина должен подойти к маме, например, да, и поговорить, и сказать то, что мама, это мой выбор, я люблю эту женщину, я хочу с ней связать свою жизнь. И если ты уважаешь меня, пожалуйста, относись уважительно к моему выбору. И нормальная мать, нормальная, никогда палки в колёса после этого ставить не будет, потому что в конечном счёте она может потерять и сына, и невестку, и будущих своих внуков. Поэтому, если у вас есть такая проблема, вы должны сесть со своим молодым человеком и поговорить на эту тему, и сказать то, что я считаю, что твоя семья ко мне плохо относится, мне дискомфортно, я не хочу к ним приезжать, я хочу, чтобы этого не было, давай решать эту проблему, поговори. И мужчина должен поговорить. Если мужчина боится или начинает говорить, это же моя мама, или ещё что-то, тогда, ну, я бы сказала, значит, живи со своей мамой, всё. Всё, вопрос исчерпан, всё очень коротко, ясно, доходчиво и понятно. Если говорить о том, как у нас с Димой в семье с его родителями, то, ну, Дима меня познакомил на третий месяц, да, с родителями, или на второй, не помнишь? Не помню, ну, достаточно... Причём он меня познакомил не просто с мамой или с папой, он меня познакомил, да, и с бабушкой, и с дедушкой, и я такая, блин! Ну, то есть я прям понимала, что тут будет такое, ну, прям знакомство-знакомство. Вот, но это было очень классно, потому что мы тогда поехали... Куда? Мы поехали здесь вместе в дельфинарий, мы смотрели представление, потом поехали, покушали... У мамы тогда день рождения было? Да, у моей мамы был день рождения, мы потом поехали в ресторан, всё вместе отметили, покушали, потом мы пошли все вместе погуляли. Ну, ко мне очень хорошее отношение было, вот, просто, ну, с первых дней. Я не знаю, там, Дима разговаривал с родителями или не разговаривал, но в целом у Димы очень адекватные, классные родители, и если взять наше времяпрепровождение, то свободное время, 90% мы проводим с его родителями. Мы приезжаем, мы играем в карты, мы разговариваем, мы смотрим фильмы, мы обсуждаем совершенно любые темы, мы говорим о политике, об истории, про взаимоотношения, вот просто всё, я не знаю, вот всё, что только... Мы ходим гуляем вместе, на велосипедах катаемся. Да, мы ходим гуляем, на велосипедах катаемся, да, то есть, ну, его семья, это моя семья, так же, как и моя семья для Димы, это его семья. И вот это вот сплочение, оно, ну, для нас, оно, ну, это очень важно, это очень важно. И я всегда хотела, чтобы у меня была вот такая вот дружная, сплочённая, классная семья. В принципе, я и не удивлена, потому что я-то выбирала себе этого мужчину, и я понимала, что он нормальный, адекватный, соответственно, и родители у него будут нормальные и адекватные. Вот, а Дима познакомился с моими родителями уже после предложения, ну, потому что я сама же из Ростова, и так не наездишься, у нас, в принципе, салон, у Димы работа, ну, реально нет времени. Ну, здраво в комнате. Да, у нас, мы друг друга видели только ночью, и это было на протяжении долгого времени. Когда, кстати, настала пандемия, я честно могу сказать, я радовалась, потому что я Диму вижу каждый день, это классно. А до этого я об этом могла только мечтать. Вот, когда Дима познакомился с моими родителями, как я уже сказала, после предложения, папе он очень понравился. Ну, папе он и до этого нравился, я ещё такая девочка, всё расскажу, и папа мой знал с первого дня, когда я познакомилась с Димой, я от папы никогда ничего не скрываю. И да я, у меня папа знает всё, вот просто всё. Мы с папой до такой степени близки. Вот, я понимаю, что этот ролик смотрит и моя мама, я маму очень сильно люблю, но с папой, и папу я очень сильно люблю, но с папой вот я как-то вот ближе. Он меня всегда понимает, вот. И даже если он что-то где-то мне не поддерживает, он очень дипломатичный человек, и нам легко прийти к общему консенсусу, к общему знаменателю. Очень легко. С мамой не так легко. Вот. Ну, и маме Дима очень понравилось, и папе. Папе очень понравилось то, что Дима, как и мой папа, он всегда говорит и делает. Ну, видимо, мужчины это видят сразу, я не знаю. Вот. И, ну, это дорогого стоит. Я считаю, что в мужчине это должно быть вот прям первостепенное качество, черта. А не так, что сказал, пообещал, через год сделал, либо вообще не сделал, либо вообще забыл. Ну, как бы это не серьезно. Вот. Ну, вот так вот. По поводу рекламы. Зачем вы считаете чужие деньги? Ну, как вы хотите что-то в своей жизни иметь, если вас интересует чужая жизнь, чужие деньги? Когда я смотрю на других блогеров и вижу, что они зарабатывают деньги, я радуюсь. Я реально радуюсь. Я безумно рада за девчонок, особенно, когда вот я отсутствовала на ютюбе. Я смотрела, что они растут, они развиваются, они зарабатывают деньги. Я тогда полностью погрузилась в салон, и мне было, конечно же, скоро глаз начнет дергаться, опять камера будет. Голос осип. Да, уже голос осип. Когда кричишь, пусть только камера выключилась. Это просто жесть. Потому что я стараюсь, я столько эмоций вкладываю в это. Я хотел бы небольшую ясность внести по поводу рекламы. То, что неужели вы все не понимаете, что, ну, вот Мирослава, блогер, который, не знаю, до этого вроде в своих роликах говорил, то, что все то, что ты рекламируешь, во-первых, ну, я это все вижу, как Мирочка каждый день на себе все это тестирует, смотрит. И если это подходит, и если это реально качественный продукт, она тогда будет его рекламировать. Ребят, в первую очередь, не то, что... Про Эвсен Лоран можно рассказать. Да, я сейчас расскажу. В первую очередь, она экономит ваши деньги. Потому что в итоге она рекламирует вам качественный, надежный продукт, проверенный. Она в чем-то собою жертвует. Я вам просто недельный, неделю назад ей прислал Эвсен Лоран. Блин, просто премиум класс, да, премиум. Я посмотрел, о, круто, классно, то есть для рекламы. Мы сейчас такую рекламу сделаем плохую. Ну, ладно. Ну, да почему плохую? Она неплохая. Начнем с того, что... Ну, просто мне не подошли продукты. Да, под твой тип кожи. Ты же людям советуешь, люди знают, какой у тебя тип кожи. Ты им рассказываешь. Да, меня высыпало. Да, и получается то, что моя Мирочка, блин, с собой пожертвовала для того, чтобы вам не пререкламировать плохой продукт. Она все это испытала на себе, ее все, блин, обсыпало. Потом она нервничала то, что еще неделю надо на восстановление. Неделю подождала, пока восстановилась. Написала Эвсен Лоран, сказала то, что, ребят, вот под мой тип кожи ваш продукт не подходит. Да, хотя я могла и получить и просмотры, и деньги, и продукцию, да. Но я этим всем не занимаюсь. Для меня очень важно, чтобы доверие было ко мне, чтобы аудитория мне доверяла. И есть очень много рекламных таких вот интеграций, с которыми я прекращала работать. Да, да. То есть стараются для вас реально. И вот тот, кто этого не понимает, конечно, очень печально. Сейчас я хочу зачитать комментарии девушки. Я не могу уйти молча. Печально, потому что если вы не можете уйти молча. Мира подписана на вас уже года три. Кстати, таких людей я всегда блокирую, и комменты удаляются автоматом. Чтобы они потом за мной не следили, потому что, как правило, они удаляются, но при этом продолжают следить, оставлять комментарии свои гнусные. Вот лучше пусть они все это оставляют при себе. Подписана на вас уже года три. Наверное, было время, когда я вами восхищалась и мечтала познакомиться. Ну, не нужно восхищаться и создавать себе кумиров. Очень многие из ваших видео вынесла для себя. Мне приятно, что хоть что-то вы для себя вынесли из моих роликов. Короче, мораль всей басни такова. Все принципы отменяются, если он дарит дорогие подарки. Ну, во-первых, я считаю, что не нужно осудить людей по себе. Представляете, оказывается, можно быть с людьми, и не только из-за набалдашников, как немногие писали, которые мне подарил Дима. Я сейчас говорю о кольце. Или там еще о чем-то. У нас, когда мы познакомились с Димой, я приехала в Москву, и на тот момент у меня уже была квартира в Ростове, которую я купила сама. И я полностью себя обеспечивала. Я была самодостаточной личностью. И когда мы познакомились с Димой, и мы потом уже со временем начали поднимать эти темы, я думаю, что Дима понимал, что рядом с ним человек, который, ну, это девушка, которая может сама все себе позволить. Я не понимал, что со мной не пустышка. Вот. И у нас с Димой есть очень много совместных проектов. И то, что вы считаете, что меня там полностью содержат, полностью обеспечивают. Но опять же, если вам хочется в это верить, верьте. Вы же опять идете по пути наименьшего сопротивления. Гораздо сложнее поверить в то, что человек может сам всего добиться. добиться гораздо сложнее поверить в то, что человек может сам заработать денег, не насосав при этом, я не знаю, там, не конючить у кого-то, а работать, трудиться, пахать. Включить голову. Не побоясь этого слова. Да, включить голову, заниматься саморазвитием. Потому что люди, которые зарабатывают большие деньги, это прежде всего умные люди. Я сейчас говорю о людях, которые добились всего сами. И что Дима, что я, мы добились всего сами. У нас не было помощи, у нас не было какой-то там колоссальной поддержки. Поэтому, конечно, гораздо приятнее верить вот в это всё. И также, опять же, я читала комментарии по поводу там насосал или ещё что-то. А следующий ролик будет как раз об этом. Ну, как я и написала ниже, что даже такое пособие по оральным ласкам, я не думаю, что помогут людям в создании хорошей, крепкой, счастливой, благополучной семьи. Поэтому ответила. Следующий вопрос. Мы тебе... Ну, не вопрос, это такое было очень ехидное и... Какое? Я говорю, утверждение, а не вопрос. Да, утверждение, типа, мы тебе сделали популярной, твоя аудитория, вот, и без нас ты вообще никто. Я скажу так, что если я смогла подняться, и даже если завтра от меня все отпишутся, я поднимусь снова. И я поднимусь с гораздо более лучшей, качественной именно своей аудиторией. Поэтому с вами или без вас я всё равно добьюсь высот. Дальше. Про зону комфорта. Я тут выписала для себя, что я... А, я тут в скобочках написала обсуждение людей. Мне, конечно, приятно, что меня так обсуждают люди. Значит, я вызываю у людей эмоции. И было бы, конечно, плохо, если бы я ничего не вызывала, никаких эмоций. Так вот, я считаю, что идти по пути созидания гораздо сложнее, гораздо труднее. И это не всем дано. А идти по пути того, чтобы гнобить человека, унижать человека, выливать всю эту грязь, так гораздо проще. И я могу здесь обратиться к вам. Что вы смотрите? На какие каналы вы подписаны? Я обратила внимание, что сейчас очень много каналов, где люди занимаются тем, что они осуждают других людей. Понимаете, не обсуждают, а именно осуждают. Они занимаются, как я считаю, каким-то… Ну, это для меня люди паразиты. То есть с паразитарным, точнее, типа мышления. И если вам комфортно в этом бориться, если вы понимаете, что вас это подпитывает, то я вам могу сказать только лишь одно. Вам нужно вот прямо сейчас остановиться и задуматься. Потому что так ни к чему хорошему вы не придёте. Если вы хотите хороших отношений, если вы хотите рядом с собой видеть достойных, хороших, приятных людей, то вам изначально нужно поменяться самим. Многие мне также писали, ну да, приехала в Москву, нашла себе богача. Типа, чему тут… В общем, что ты хвастаешься, если, ну, типа это может сделать любая девчонка со смазливым лицом? У меня всегда ответ очень короткий. Вот многие девушки хотят себе найти богатого, успешного, классного, чтобы машины дарил, не знаю, квартиры дарил, кольца дарил, Тиффани или ещё что-то, ну, не знаю, всё равно. И я всегда задаю вопрос таким девушкам. А что вы можете дать этому мужчине? Вот что конкретно? В конечном счёте вы имеете всё то, что вас устраивает, потому что, когда людей это не устраивает, они меняются. И опять же, легче всего находиться в зоне комфорта и говорить другим людям о том, что, ну, ты просто мордочка удалась или там хорошенько насосала. Так гораздо проще, я понимаю. Гораздо сложнее поверить совершенно другую сторону в другие реалии. Поверить в то, что всё, что человек имеет, добился колоссальным трудом своей, ну, не обязательно это рассматривать, то, что это труд физический, да, а именно умственный. Конечно. Так что тот, кто думает, что, блин, ты здесь на каком-то, не знаю, там, обеспечении или ещё что-то, я вам хочу сказать то, что вы все очень глубоко ошибаетесь, потому что, не знаю, становление нашего бюджета семейного и всё то, чем мы занимаемся, это наши общие плоды и труды. Да. Ну, раз вы смотрите, чем воспринимать всё на свой счёт и не думая лить реально всю грязь, то есть вы сначала, не знаю, самоанализ сделаете, вообще кто вы, что вы из себя, да, на себя, а потом уже думаете, что вы пишете, что вам потом не было стыдно за то, что вы написали, за свои слова, потому что сейчас непосредственно то время люди сначала говорят, а потом они думают, что они говорят. Да, и какая-то полная безнаказанность. Недавно даже какой-то Тодоренко или куда-то. Да, да, как её бедную просто, ну реально шоколио вообще. Просто бездумно было всё это сказано, а за это пришлось потом за всё отвечать. Ну да, человек извинился 350 раз, а людям всё равно, это же какими надо быть людьми, написать, пожаловаться во все те службы, я не знаю, с которыми она сотрудничала. Это, я не знаю, это, представляете, люди, блин, это просто кошмар, я даже подумать боюсь. О зависти. Да, конечно, вы правда считаете, что после всего этого у вас может быть классный мужчина, да классного мужчину нужно подпитывать. Конечно, его нужно любить, конечно, его нужно целовать, конечно, ему нужно говорить все приятные слова. Как вы хотите, чтобы с вами был хороший человек, если вы гнилая? Субтитры сделал DimaTorzok Так, я побежала. Да, и на этом человеке я хочу жениться и детей. И она ещё хочет ни одного, если не втроём так будет делать. Свои виноградинки придерживать больше.